Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня я хочу предложить вам совершенно простенький мастер-класс. Как сделать вот такие вот сережки. Их можно носить каждый день. Ну, конечно, если вы используете немножко другие материалы, то сережки можно использовать и как вечерний вариант. Но мы с вами подобное что-то уже делали. И если вы хотите сделать вместе со мной вот вторую такую сережку я сейчас буду делать. Если вы захотите сделать точно такие сережки, можете собрать со мной вместе материалы необходимые. Я брала вот звено для... Как основа для этой сережки мне послужило звено вот такой вот цепочки. Я просто отсоединила крупное колечко. Ну, скорее даже овал вот здесь у нас вот такие овалы у нас здесь есть. Отсоединила. Вот уже у меня он подготовлен. И мы будем работать следующими материалами. Я взяла бисер тоха 11 размера. Очень красивый цвет. Мне очень нравится этот цвет. Это такой коричневый с позолотой сверху бисер. И мне очень нравится он. Вот такой красивый бисер у нас. Вот такой красивый бисер у нас. Также я немножечко использовала здесь магатаму. Бусинки магатамы. вот видите магатама 3 миллиметра размер. Их совсем немножечко пошло у меня на сережку. использовала. Вот такие бусинки кристаллики граненые. Ну в принципе там написано было что это кубическая бусина. Вот такая вот бусинка красивая. Они мне тоже очень понравились. В принципе конечно они не похожи на куб. Но все-таки говорю то что написано было. Вот такие красивые бусинки. И несколько бусинок 3 на 2 миллиметра. Вот такие меленькие тоже граненые кристаллики. Вот такие бусинки красненькие. И одну центральную бусину я взяла 6 на 8 миллиметров. Вот такая бусинка одна. Она у нас будет в центре нашей работы. это все материалы какие нам понадобятся для того чтобы мы сделали такую сережку. И естественно мы работать будем леской. Я уже приготовила иголку с леской. И мне нужно одну бисеринку сделать стопорной. Я взяла сейчас небольшой кусочек лески. Но вам лучше брать где-то порядка около метра лески. я взяла небольшой кусочек чтобы показать вам как я начинаю и как я делаю первый ряд оплетения для моего вот этого овала. Но я уже в принципе подготовила. Вот у меня в конце должно получиться вот такая вот заготовочка под мою сережечку. И я начинаю таким образом. Вот я взяла одну бисеринку сделала стопорной. Захожу в колечко и выхожу в бисеринку то есть в обратном направлении. Если моя леска идет так я должна зайти в обратную сторону и затянуть хорошенько леску на моей основе. Вот таким образом. Следующая бисеринка у меня будет уже закрепляться рядышком. Я набираю бисеринку и вот мне удобно работать таким образом чтобы я бисеринку придерживала вот так руками она не выскальзывает никуда и затем снова захожу в бисеринку эту и хорошо затягиваю чтобы не было промежутка между моими бисеринками. То есть это делается достаточно быстро. Эти сережки вы сможете сделать очень быстро. Вот видите я все время придерживаю мою бисеринку пальцами чтобы она не убегала или за леской не вместе с иголкой не проходила вот в мое колечко вот это. Вот видите все и теперь я могу снова зайти в эту бисеринку и подтянуть ее. Хочу сразу сказать что у меня на такой овал ушло 33 бисеринки. я уже считала их на обоих вот моих заготовочках и здесь и здесь 33 бисеринки 33 бисеринки и мы вот эту всю конструкцию можем передвигать. Видите пока что она вот у меня легко достаточно двигается. Но вот здесь когда я уже закончила набирать 33 бисеринки вот видите это начальная моя бисеринка это конечная бисеринка последнюю я которую набрала это 33 бисеринка после этого я захожу в первую бисеринку чтобы вот все наше вот это кольцо из бисера было таким образом соединено между собой вот видите и я развернула мою работу вот набор вот этих бисеринок таким образом чтобы моя конечная бисеринка была третьей от середины вот смотрите первая начальная и вторая и здесь у меня серединка моего овала вот зрительно я вижу это видите теперь после того когда я соединила мое кольцо из бисера я выхожу в бисеринку которая вот у меня одна из двух центральных и наберу сразу колечко под мою швензу четыре бисериночки три четыре четыре бисериночки набираю и захожу в соседнюю бисеринку ту которая тоже находится на вершине моего овала то есть вот у нас здесь будет петелечка под нашу швензу вот она и я выхожу в следующую бисеринку и начинаю теперь набирать второй ряд второй ряд я набираю одну бисеринку захожу видите я вышла в эту бисеринку и мне надо чтобы моя бисеринка снова набранная лежала вот таким образом вот наша бисеринка должна лежать вот у нас в этом месте где у нас перекладинка видите если я вышла из этой бисеринки у нас перекладинка следующая вот здесь находится я захожу под эту перекладинку и разверну сейчас мою бисеринку таким образом чтобы она стала правильно то есть видите моя леска идет вот отсюда вниз поэтому я захожу туда откуда моя леска выходит вот таким образом вот моя бисеринка стала как положено видите я снова набираю следующую бисеринку и захожу под следующую перекладинку выхожу выхожу в бисеринку и набираю две бисериночки две бисериночки и захожу под следующую перекладинку выхожу в бисеринку одну бисеринку снова две то есть то есть мы поочередно должны набирать одну бисеринку и две бисеринки одну бисеринку и две бисеринки таким образом чтобы мы прошли по всему нашему периметру вот этому по всему краю наших бисеринок и у нас будет заканчиваться точно так же вот такой уголочек и затем одна бисеринка вот смотрите у нас здесь начата одна бисеринка и затем уголочек и с этой стороны точно так у нас должно заканчиваться вот это то что у меня получилось уже и я одновременно в кончик начальный какой у меня оставался вставила иголочку хочу чтобы вы увидели как я избавляюсь от этого кончика вот вставила иголочку и я пройду зигзагом по моим начальным бисеринкам по бисеринкам первого ряда то есть протяну мою леску вот таким образом чтобы она несколько раз прошла по нескольким бисеринкам вот видите я здесь использую в принципе иголочку пони то что я вам говорила что она очень тонкая и на самом деле она сделана из такого металла что этот металл гнется видите иголочка как изгибается но она не ломается то есть очень подспорье в работе где надо проходить именно вот через бисеринки несколько раз и чтобы бисеринку не расколоть видите как она сгибается у меня от того что приходится вот так ну я думаю что вот можно уже обрезать уже леска у нас не выйдет вот таким образом и вот после того как я закончила вот последнюю бисеринку набрала выхожу в эту бисеринку видите у меня абсолютно симметричная получается заготовочка вот такая и я пройду еще раз по моим бисеринкам какие я приготовила для петельки да для швензы чтобы вот как бы прочно было не один слой лески был здесь а два вот сразу через все бисеринки не могу ну вот получилось да получилось аккуратненько так вот видите какая все-таки разница в иголке от пони и вот именно это какую я покупала здесь на месте 12 размер ну прямо видно зрительно насколько разница большая и теперь вот смотрите я теперь буду уже выходить к месту продолжения моей работы мы снова пройдем по бисеринкам второго ряда уже первый вот этот набор я не трогаю я просто его пройду до момента когда уже буду заходить вершину второго уголочка ну вы конечно можете заполнить его но мне хотелось оставить его свободным будьте осторожны не тяните сильно с самого начала с усилием чтобы не испортить свою работу вот здесь я хочу уже набирать бусинки магатамы мы их наберем между вот этими соседними мы будем набирать так как расстояние здесь большое мы будем набирать бисеринка магатама бисеринка и зайдем в следующую вершину уголочка вот так немножечко это будет у нас раздвигать наши уголочки и как раз нам можно будет здесь поставить более мелкий вот этот кристаллик 3х2 миллиметра хорошо подтянем вот видите как хорошо он становится здесь снова бисеринка магатама бисеринка и теперь мы поставим более крупные наши вот эти бусины кубические 5 бусинок поставим 2 3 4 и 5 и теперь с противоположной стороны мы поставим точно так как и с этой стороны набор с магатамой бисеринка магатама бисеринка бусина 3х2 миллиметра и снова бисеринка магатама бисеринка теперь я могу набрать в принципе вот этот набор центральный поэтому я пройду по моим бусинкам таким образом чтобы все это закреплялось мы опять пройдем так же как и с этой стороны по первому набору упс вот иголочка сломалась у меня